Имена. Имена мы можем задавать не только константам переменам, но и функциям. Есть некоторые правила, которые применимы при написании имен. Итак, первое правило. В именах могут использоваться только буквы латинского алфавита от a до z, как маленькие, так и большие, от 0 до 9, ну собственно это все цифры, знак доллара и знак подчеркивания. В некоторых случаях вы можете назвать переменные при помощи русского языка, но такой код у вас сразу имеет некоторые ограничения. То есть ваш код он в принципе применим только в очень узких рамках. С другой стороны, когда вы используете буквы латинского алфавита, ваш код могут поддерживать другие разработчики, ваш код понимают уже на международном уровне. Следующее правило. Помимо того, что мы можем использовать вот эти символы, у нас имена могут начинаться не со всех этих символов. То есть мы можем начинать с букв латинского алфавита, как срочных, так и заглавных и со знака подчеркивания. Мы не можем давать имена, начинающиеся с цифр или со знака доллара. Следующее правило. Они не обязательны, но тем не менее их нужно применять. Стиль написания имени camel case. Об этом мы буквально поговорим через несколько секунд. И стиль написания имени с маленькой буквы. Почему? Swift это язык объектно-ориентированного программирования. Может быть пока вам это непонятно, но просто знайте, что это язык объектно-ориентированного программирования. И здесь помимо имен переменных и константы функций, также есть классы, протоколы, структуры, ну и другие типы. Поэтому принято в программировании типы, классы, структуры, перечисления называть все с большой буквы, а все переменные с маленькой буквы. Теперь давайте вернемся к нашему camel case. Что это такое? Вот, например, у нас есть вот такая константа, some constant value. Мы видим, что здесь имя написано в три слова, но эти три слова, они соединены. Чтобы отделить эти слова друг от друга, мы пишем заглавные буквы c и v. Таким образом у нас получается некая спина верблюда с горбами. Поэтому это так и называется camel case. То есть стиль написания, похожий на верблюда, как бы это странно ни звучало.